Как дела у Буревестника? Судьба бывшего стадиона для жителей Ленинского района – непраздный вопрос. Пейзаж не жизнерадостный, а в темное время суток даже пугающий. Животрепещущие темы поднимаются на встречу мэра с жителями Ленинского района. Три старых дома, наш блошинный рынок, то ли кафе, то ли какие-то магазины. И свалка. Да, и свалка лунная. Вот у меня ребенок ежедневно два раза в день ходит на локомотив заниматься спортом. Я не в состоянии его даже одного отпустить по этой залоге, потому что правда страшно. Что-то, какие-то меры предпринимаете? Этому вопросу уже много лет, отвечает глава города Олег Фурсов. Самое быстрое, что можно сделать для жителей сейчас – это вместе с полицией убрать с тротуара блошинный рынок. Такое поручение он дает своим подчиненным. Что касается территории самого стадиона, в мэрии прорабатывают сразу несколько вариантов. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы там был физкультурно-оздоровительный комплекс. Но по существующим нормативам на эту маленькую площадку ФОК мы посадить не можем. Поэтому, я думаю, мы решение какое-то найдем и с застройщиком, и с теми, кто готов финансировать эту работу. Мы проводили социологический опрос. Большинство жителей высказалось за то, чтобы выкупить эту землю. Но минимальная цена, о которой говорит собственник – это 600 миллионов рублей. У нас этих денег сейчас нет. Поэтому будем искать какие-то компромиссы. Но я полностью разделяю ваше недовольство той территории, которая сейчас там имеет место быть. Жители Шанхая на Молодогвардейской поднимают вопрос благоустройства улицы. Дорога, газоны нарекания не вызывают, в отличие от тротуара. С благоустройством улицы вопрос уже почти решенный, говорит Олег Фурсов. В этом году должен начаться ремонт цирка и дворца спорта на деньги инвесторов. В рамках реконструкции этих объектов будет полностью выполнен ремонт улицы Молодогвардейской с прилегающей территорией. И тротуары, и малые формы там будут, и деревья. Вы видели, какие красивые проекты, они уже согласованы все. Вопрос в начале работ. Мы обязательно об этом вам расскажем. Еще одна тема – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. По словам Олега Фурсова, существующая сегодня программа переселения не покрывает текущей потребности горожан. В Ленинском районе 128 подлежащих сносу аварийных домов. Еще 27 необходимо немедленно реконструировать. При этом за прошедший период была переселена всего 51 семья. Программа, по которой мы сейчас работаем, она разрабатывалась достаточно давно. И те люди, которые имели к разработке этой программы отношения, очень формально отнеслись к своим обязанностям. Сейчас формируется новая программа федеральная, и мы, конечно, делаем все для того, чтобы взять каждый дом на учет. До конца года порядка 800 жителей будут переселены из ветхого и аварийного жилья. Из них 302 – из домов Ленинского района. Городские власти рассматривают возможность создания муниципального предприятия, которое будет заниматься строительством жилья для переселения. Эта мера позволит городу приобретать жилье по государственной цене и ускорить процесс переселения. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, С blurry, С здания Матвеевшина. Продолжение следует...